ЗАЧИТНЫЙ ЗАБОР Удачу динамовцам принесли настойчивые и на редкость агрессивные действия, возникшие на правом фланге связки Герасимец Лухвич. Последний начал матч на позиции защитника, но, пожалуй, почаще других партнеров стремился в атаку. Его порыв был вознагражден, хотя гол получился и с оттенком курьезности. 1-0 на 42-й минуте. Посочувствуем вратарю запорожцев Севухи. Если он и сумел прийти в себя в перерыве, то уже на второй минуте второго тайма от отчаяния ему впору было попросить замену. Приняв передачу Сокола в штрафной, собственные ворота ударом из разряда неберущихся расстрелял защитник Металлорга Пучков. 2-0. За весь сезон запорожцы сумели забить на полях соперников лишь один мяч, а посему их шансы отыграться просто не воспринимались всерьез. Тем более, что минчане были не прочь и развить успех. И лишь когда гости, поспешившие с заменами, потеряли из-за травмы Дудника и остались в меньшинстве, «Динамо» великодушно перевело игру в щадящий режим доигрывания. Минские зрители, хотя и поскучали в концовке, не слишком огорчились, ведь никто, кроме их команды, не играет в последнее время так успешно. 9 очков из 10 возможных. Дело в том, что удалось стабилизировать состав команды. Неплохо команда выглядит физически и хороший морально-нравственный климат в команде. Что касается 9 очков из 10, конечно, всегда любая команда стремится выжать максимум из любой встречи. Ну а то, что удалось нашей команде, дай бог, продержать, так сказать, в будущем, было бы неплохо. Но бросается в глаза то, что пока Минскому «Динамо» в основном успехи приносит игра в одинаковом тактическом ключе, от обороны, используя быстрые контратаки, но этого оружия может и не хватить. Ну, я думаю, игра против таких клубов, как «Спартак», «Москва», «Днепр», «Днепропетровск», «Динамо», «Москва» — это команды с высоким классом, с высоким уровнем физической готовности, с хорошими игроками, которые входят в состав национальных сборных команд. Поэтому строжайшее соблюдение игровой дисциплины в какой-то мере обеспечило удачный результат в этих играх. Вот. Если брать сегодняшнюю игру «Запорожье», то вы, видимо, обратили внимание, что несколько раз команда пыталась прессинговать, и некоторые моменты удавались в этом ключе. Вот. Но пока то, что приносит успех команде «Минского Динамо», я думаю, надо еще совершенствовать. Ну и, конечно же, надо совершенствовать также и вот эти вот моменты, когда осуществляется коллективный отбор, прессинг команды. Почему? Потому что у нас и дома будут соперники более низкого ранга, нежели «Спартак», «Днепр», «Динамо», «Москва». Поэтому вот эту модель игры тоже надо будет совершенствовать и стремиться как можно больше выжимать из тех ситуаций, которые будут создаваться. Зрители футбольного обозрения увидят это интервью, когда им уже будет известен результат вашего следующего матча. Матча против померов «Душанбе». Нет у вас опасения, что, в общем-то, тон нашего сегодняшнего разговора уже в воскресенье окажется чуть-чуть не кстати? Ну, я думаю, что та самоотдача в игре, которая присутствовала на протяжении последних игр, если мы настроим команду, если команда правильно, так сказать, поймет те установки, те принципы ведения игры, которые мы проповедуем, я думаю, что и там сможем достичь результата. Спасибо.